Медиагруппа «Авангард» представляет Дорогие друзья, сегодня у нас необычный, но от этого не менее замечательный гость Андрей Николаевич Сенцов, советник руководителя фракции партии ЛДПР по цифровизации. Добрый день, рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем СОК-форуме. И хотелось бы сегодня поговорить о роли ЛДПР, о роли вашей фракции, о роли комитета по цифровизации в направлении вопросов информационной безопасности, о том, может быть, какие-то предложения с вашей стороны есть со стороны ЛДПР по развитию информационной безопасности, по обсуждению вопросов, по улучшению законодательства и так далее. Ну и первый вопрос, на самом деле, очень неожиданно было вас здесь видеть, как представители ЛДПР. И вот хотелось бы как раз узнать, с какой целью к нам пожаловали. Вы знаете, я в политике с 2000 года, уже 21 год, и первые 11 лет был помощником депутата, руководителя фракции, там зам руководителя фракции, 10 лет отработал депутатом Государственной Думы, последние 5 лет, седьмой созыв был зам председателя комитета, как раз по информационным технологиям и связи. И, конечно, для меня все, что связано с кибербезопасностью, с цифровизацией, это, в общем-то, мое родное. Я этому отдам большое количество времени и по-прежнему работаю в Государственной Думе, сейчас советник руководителя фракции по различного рода действительно цифровым решениям. Мы понимаем, что в мире все идет в цифру стремительно. У нас сейчас центральный аппарат полностью партию переводит также на цифровые рельсы, это цифровые партийные билеты, это все общение в цифре, это вся статистика, вся аналитика. Это огромное влияние и соцсети на политическую жизнь в стране оказывают. И, конечно, тоже одним из ключевых моментов, которым мы сейчас занимаемся, это создание мощной информационной поддержки наших предложений в социальных сетях. У нас есть свой телеканал ЛДПР-ТВ, который я уже 10 лет курирую и развиваю. Поэтому, конечно, все, что связано с цифрой и, безусловно, с безопасностью, это, конечно, моя прямая задача, мой прямой интерес для обеспечения безопасности жизнедеятельности нашей партии. Цифровая трансформация всего, что нас окружает, идет стремительным темпом, просто колоссальным темпом. Очень многие, да и мы все, этим стараемся пользоваться. Мы понимаем, что за этим будущее. Мы видим какое-то комфорт и удобство, когда не надо стоять в очередях, когда можно огромное количество услуг получать электронно, сидя дома. Пандемия привела практически всю планету к состоянию, когда и работать можно дома, удаленно. Не обязательно дома, но удаленно. Поэтому, конечно, вопросы безопасности информации в таких условиях, сегодня это задача номер один вообще для любой страны, для любого правительства, любого депутата, любого чиновника. Поэтому, конечно, мы понимаем, что такой форум, как сегодня, это кладезь информации, и я здесь, чтобы эту информацию подчерпнуть. Очень отрадно видеть представителей такого уровня, причем даже не регулятора, а законодателя, который обращает внимание на вопросы информационной безопасности и движется вместе с нами в одном направлении. Дальше хотелось бы немного обсудить о тех инициативах, которые рождаются в недрах вашей партии, в недрах, может быть, комитета по информатизации. Что нам ждать, что уже сейчас вы обсуждаете внутри, и что скоро мы увидим? Хочется несколько слов сказать о том, как выглядит работа в Государственной Думе. В целом, конечно, любой депутат имеет право законодательной инициативы, но мы понимаем прекрасно, что один депутат, а в Госдуме 450, если он не имеет поддержки фракции и не имеет поддержки большинства, то очень сложно реализовать какой-то проект. Поэтому мы в своей работе выступаем скорее такой силой, которая консолидирует правильные идеи. Вот, например, в прошлом году, когда были поправки приняты в налоговый кодекс, которые давали мощные льготы для IT-сектора и по зарплате, и по налогам на прибыль и так далее, возник момент, что вступление в силу этого закона, этих поправок, этих льгот, оно должно было наступить 1 января 2021 года. Но мы понимаем, что законопроекты пишутся, ну, скажем так, под идею, и они пишутся достаточно компактно. Нельзя написать там настолько подробно, чтобы не возникло никаких вопросов. И представители отрасли обратились с письмами в налоговые органы, в органы, осуществляющие надзор, в Минцифру, ну, в различные органы, которые для них, так сказать, могли дать ту информацию, которая их беспокоила. Переход через Новый год для отрасли – это как бы, ну, скажем так, один разговор. Но контракты и огромное количество контрактов было заключено с госорганами, с госпредприятиями, а для них нарушение налоговой дисциплины – это уже уголовное наказание. Ну, как, собственно, и для всех, но если для частного бизнеса это все-таки можно там как-то еще объяснить, что-то можно там какие-то документы представить, заплатить налоги, доплатить, то государственные органы всегда принимают решение разорвать. И отрасль сказала, что ситуация к Новому году движется таким образом, что мы потеряем десятки миллиардов рублей контрактов. То есть для отрасли это будет практически паралич. И я благодарен тем организациям, которые обратились в наш адрес, в адрес комитета. Я, как зампредкомитета, этот вопрос максимально быстро изучил. Мы собрали круглый стол буквально там, наверное, в ноябре месяце, то есть за два месяца до вступления в силу. И провели вот действительно такой мозговой штурм. Привлекли Минфин, привлекли Минцифры, изучили досконально и расшифровали комментарии к законопроекту. То есть мы эти комментарии фактически сами и написали в онлайн-режиме, когда сели представители отрасли, когда сели представители налоговой службы, представители Минцифры. И все единомоментно друг другу объяснили, а как же будет читаться и расшифровываться те или иные фразы, те или иные нормы действующего уже фактически закона. И слава богу, что мы успели. И к Новому году отрасль пришла в таком, скажем так, воодушевлении, когда они понимали, что там им не доначислят НДС, им не доначислят там налоги на заработную плату, которые будут исчисляться с миллиардами рублей. И, что самое главное, им не нужно разрывать контракты, которые у них имеют длительную перспективу. Вот это наш вклад именно ЛДПР, потому что отрасль обращалась в разные комитеты, в разные инстанции, в те же самые ведомства, министерства, но каждое ведомство отвечало, ну, грубо говоря, в рамках своей компетенции. Да, нет, может быть и так далее. И целостной картины не было. И у отрасли, естественно, сложился такой реальный страх, что просто после первого квартала им прилетит колоссальные доначисления по налогам. И крупные госзаказчики просто приняли решение, а давайте мы лучше разорвем от греха подальше. И эти контракты могли принести серьезный ущерб. И еще раз почитаю, десятки миллиардов рублей. Вот такие вещи, это как раз компетенции ЛДПР, когда мы, как пожарники, как МЧС, быстро и точно можем помочь решить отрасли такие вопросы. Поэтому в комитете в прошлом созыве эта рабочая группа по взаимодействию как раз вот с IT-отраслью была создана. Я ее возглавлял и занимался эту отраслью. И сейчас комитет немножко переформировался. Другие лица, другие немножко, может быть, приоритеты. Но еще раз подчеркну для всех, кто нас смотрит, я по-прежнему в Государственной Думе нахожусь. Мои координаты, они везде есть, нет проблем. Эту тему я готов продолжать для вас, что называется, держать и в комитете ее представлять. То есть я с руководителем комитета Александром Алексеевичем Хинштейном в хороших рабочих отношениях, я проговорю, он выделит, ну или, так сказать, на комитете обсудят, будет какой-то из заместителей курировать. Я буду вот этим связующим звеном от фракции, так сказать, представлять, готовить повестку, проводить какие-то согласительные процедуры. Потому что в прошлом созыве действительно очень хорошо работала эта система, то есть рабочие группы там практически ежемесячно собирались, мы давали какую-то повестку, давали какие-то корректировки, наши предложения, ну я имею в виду, наши от отрасли. И, конечно, это такой рабочий формат. Потому что вот просто переписка, да, она, как правило, ни к чему не приводит. Ну потому что переписка всегда идет через там помощников аппарат, и, допустим, там есть какая-то сформированная позиция, идет, ну, как бы, какая-то работа некая. А когда это круглый стол, когда это в рамках какой-то вот небольшой дискуссии, всегда быстро, мобильно, и главное, те, кто потом будут за это голосовать, они это все слышат и через себя проводят, понимая, делая какие-то выводы. Поэтому здесь я приглашаю всех представителей отрасли к вот этой постоянной дискуссии в рамках Комитета по информационной политике. Мне кажется, вот с налоговым этим маневром очень яркий и очень полезный пример, который вы привели, Дарья Николаевича, и им реально можно воспользоваться, и применив в таких вот сообществах, в таком объединении, в совещаниях по вопросам нормативного регулирования в части информационной безопасности. Даже вот в качестве примера можно привести ситуацию, когда появился несколько лет назад федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, 187 ФЗ, и одним из подзаконных актов было постановление правительства, соответствующее, 127-е, о категорировании. И непонятно было, то есть было большое количество непонятных вопросов, все начали их задавать основному регулятору в СТЭК России, но в СТЭК сказал, это не наш приказ, это не наш нормативный документ, это правительство выпустило, мы не имеем права его комментировать. Да, какие-то частные мнения в куларах мы дадим, но нельзя будет на них опираться. Да, опираться, тем более в судейшие. Поэтому, если можно на базе вашей фракции, на базе комитета организовать вот такую единую точку входа по обсуждению законодательных инициатив по информационной безопасности, то, мне кажется, это может быть очень большим подспорьем для нас всех, для всей нашей отрасли. Ну и продолжая тему инициатив, насколько мы видим, я думаю, это видят все, есть инициативы полезные, а есть инициативы неоднозначные. И вот хотелось бы о паре таких инициатив поговорить. Всем известно, что недавно были инициативы по блокировке Инстаграма, по блокировке Ютуба, по блокировке онлайн-игр после известных событий, к сожалению, печальных, трагических в нескольких школах. Вот как ваша фракция, как комитет относится к этому за или против? Подчеркну, что ЛДПР никогда не поддерживало блокировки ради блокировки. В комитете присутствуют депутаты всех фракций, и, как правило, в комитете большинство управляющих партий, потому что их просто больше физически. И задача государства в целом, ну и нас, депутатов, она заключается в следующем. Нужно найти баланс. И это главное. С одной стороны, государство хочет находиться в безопасности. И мы понимаем, что сегодня угрозы есть не только физические, когда вот там натовские танки перейдут границу и начнут там из пушек стрелять. Ну и мягкая сила, когда просто долгими-долгими, назовем так, лекциями, да, неважно, там, или там, формированием позиций, мнений в социальных сетях, через какие-то там, в том числе, онлайн-игры, и там, через какие-то фильмы, ну, через всю такую информационную конструкцию, постепенно выращивается поколение, которое исповедует другие ценности. Жестко пилить все это, запрещать, блокировать, конечно, это не вариант. Это вызывает жесткую, так сказать, реакцию общества. Люди на, там, соцсетях построили бизнес. У многих это миллиардный бизнес. У миллионов наших граждан это небольшой бизнес, но который кормит. Поэтому, конечно, государство понимает, что одним днем запретить вырубить это неправильно. Наверное, государство это может сделать, но это неправильно. Поэтому нужно находить компромисс. Мы понимаем, что законы уже приняты, мы за них, ЛДПР, не голосовало. Комитет, безусловно, должен был поддержать, но в Комитете большинства управящей партии. Оно защищает страну, да, и поэтому, конечно, эти непопулярные законы были приняты. Сейчас уже направлены все документы в адрес представителей всех этих компаний с предложением соблюсти российское законодательство, а именно открыть в России представительство этих компаний, войти в регулирование нашим законодательством, начать переговоры, иметь возможность блокировать контент по заявкам ФСБ или по заявкам Роскомнадзора. В общем, в любом случае, по обращениям прокуратуры генеральной, которая тоже сейчас участник этого процесса. То есть, конечно, вот это регулирование, оно должно быть. Да, оно сейчас, я говорю, звучит как-то страшно, блокировка Ютуба, блокировка соцсетей, блокировка, блокировка. Но это как крайняя мера. Поэтому, конечно, эти крайние меры, я выступая там где-то год-полтора назад с трибуны Государственной Думы, так и сказал, что государство будет вынуждено это сделать. Конечно, ЛДПР за это голосовать не будет, но начнут с Твиттера, потому что самое такое мало, так сказать, популярное в России. Ну, так и вышло. Твиттер пару раз поблокировали, потом вроде как подотпустили. Ну, видимо, там какой-то компромисс был найден. И, ну, путь такой, да, путь такой, как бы немножко попугали, немножко подрегулировали. И вот потихонечку, ну, и ключевое, что, конечно, государство делает, и мы видим это по последним, так сказать, назначениям в ВК, это, конечно, усиление роли отечественных IT-продуктов. И соцсетей, и систем безопасности, да и вообще всего софта, который в России используется. Постепенно есть огромные программы, выделены огромные миллиарды рублей на замещение всего софта, ну, и в перспективе железа, который используется в России не только государством, но и частным бизнесом. Ну, отрасль находится, ну, в моем понимании, на такой позиции роста, поэтому все инвесторы, у кого есть свободные средства, конечно, инвестируйте, потому что в этом будущее. Наша задача, безусловно, поддержать отрасль с точки зрения более жесткого регулирования в отношении госсектора, чтобы быстрее госсектор переходил на все российское. Да, могут быть какие-то нюансы, шероховатости, там, сбои, мы это понимаем, мы, как государство, к этому должны быть готовы, но без этого невозможно развитие быстрого наших IT-компаний и тех компаний, которые инвестируют в создание всей элементной базы, от чипов до сложных систем. Ну, мы пришли к этому, что по-другому никак. Ну, мы со своей стороны, со стороны отрасли, все это тоже прекрасно видим, все инициативы. И 242-й федеральный закон, который вносит изменения, 152-й закон о персональных данных, который нацелен на перенос серверов с персональным данным граждан Российской Федерации на территории нашей страны. Я так понимаю, что как раз наше государство, в том числе с вашим участием, пытается, используя нормативные инструменты, не переходя к границу законодательства, вести диалог с международными компаниями, в том числе компаниями, владеющими социальными сетями, для того, чтобы в рамках нашего внутреннего российского регулирования договориться с ними о том, чтобы базы данных, сервера с этими базовыми данными, находились в нашей стране и соответствовали требованиям законодательства. И второй тренд, то, что тоже мы все наблюдаем, о том, что вы, Андрей Николаевич, сказали, это вот тренд на импортозамещение. Даже вот сегодня зампредседателя правления Сбера Станислав Кузнецов говорил о том, что для меня это вот лично удивительно было, что 100%, ну, как-то слабо верится, но если это так, то это прямо круто, что 100% программного спечения Сбербанка это разработка российских разработчиков, причем там 80-90% разработали сами разработчики Сбера. Это еще более удивительно. И мне кажется, это хороший тренд, которым стоит продолжать идти, поддерживая наших разработчиков и, собственно, повышая уровень нашего цифрового суверенитета. Ну и, наверное, в заключении хотелось бы задать такой очень острый, но не менее важный вопрос, чем предыдущий. В последние несколько месяцев всю отрасль будоражит конкретное событие, всем известное с Ильей Сачковым, владельцем и генеральным директором группы IB. Рассказывать там подробностей не имеет смысла, наверное, все о нем знают. Вот чтобы не повторилось таких случаев, чтобы когда компания выходит на международный рынок, реализует международные проекты в сфере кибербезопасности, например, там сталкивается с необходимостью поиска хакеров, ловли, выдачи информации кому-то, и в целом с обработкой этой информации, тут возникает вопрос, как не попасть в ту ситуацию, о которой я сказал, как обезопасить себя, честную компанию, которая хочет работать и приносить пользу? Очень чувствительная тема для отрасли и в целом даже для государства. Мы понимаем, что для имиджа страны был нанесен очень серьезный урон. Понимаем, что компания известная, компания быстро развивается. К нему лично отношения разные, я с ним лично не знаком, и, конечно, мне сложно сказать. Но я считаю, что в чем ошибка двух сторон, и государства, и бизнеса. Мы перешли в состояние, когда информационная безопасность стала главным оружием между многими странами. И надо воспринимать бизнес в сфере кибербезопасности как военный бизнес. Производство вооружения, поставка и так далее. И вот, обращаясь к отрасли, хочу сразу вас предостеречь. Воспринимайте свой бизнес именно так, что вы торгуете, производите оружие. То есть, тогда у вас будут мысли совершенно по-другому. То есть, это лицензируемый вид деятельности. Этот вид деятельности может идти только, условно говоря, под надзором государства. И вся такая работа должна идти в тесном взаимодействии с государством. Потому что, действительно, настолько это теперь сложные конструкции, настолько сильно вы взаимосвязаны и можете очень, так сказать, глубоко прикоснуться к каким-то очень важным, критически важным аспектам и критически важной информацией для обеспечения государства. И, конечно, вся работа должна вестись именно в тесном взаимодействии со спецслужбами. Если, конечно, это глобальный серьезный уровень. Поэтому, конечно, видимо, я не берусь судить, кто прав, кто виноват. Это, ну, я не в материале, действительно, там это достаточно очень серьезное обвинение, государственная измена. И здесь, конечно, вот этот момент, он очень серьезный. Я, так сказать, призываю отрасль быть очень осторожной в этой сфере. Еще раз говорю о том, что в рамках работы комитета давайте это обсуждать. Мы пригласим представителей всех спецслужб. И они, собственно, регулярно на всех заседаниях таких крупных комитета присутствуют. Мы готовы это не просто обсудить, а мы готовы дать необходимые поручения всем ведомствам проработать какие-то нормативные акты. Может быть, это будут какие-то дополнительные лицензии, какие-то дополнительные сертификации. Я считаю, что в такой деятельности, если это речь идет о каких-то иностранных компаниях, заказчиках, в любом случае эта информация предварительно должна оцениваться сотрудниками спецслужб перед выдачей уже иностранным заказчикам. Потому что, действительно, здесь это крайне чувствительно для нас. Андрей Николаевич, большое спасибо за интервью. Я надеюсь, что отрасль вас примет и услышит ваши советы и воспользуется ими. Еще раз большое спасибо. Всего хорошего. Спасибо вам, что пригласили. Еще раз подчеркну, всегда рады видеть вас в комитете, всегда рады видеть вас во фракции. Приходите, будем помогать вам растить свой бизнес и процветать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»